Привет, дорогой зритель! В эфире очередной выпуск «Универньюз» и я, его ведущий, Олег Скиданов. О чём расскажем мы тебе сегодня, смотри прямо сейчас. В Казанском университете внедрят новые образовательные технологии. Выпускникам Высшей школы бизнеса КФУ вручили дипломы. Молодые учёные в контакте с крупнейшими нефтяными компаниями. В Казанском федеральном готовятся к внедрению новой образовательной технологии. Значительные изменения ожидают и приёмную кампанию этого года, а на площадке сразу двух институтов заработают новые научно-образовательные структуры. Подробности о ближайших планах Казанского федерального на текущий год расскажет Аделя Шамилова. В Казанском федеральном прошло очередное заседание ректората. Под председательством ректора Ильшата Гафурова, проректора и руководителя структурных подразделений обсудили серьёзные задачи, поставленные на 2018 год. Первой стала тема развития инновационных технологий и методов обучения, которую поднял Дмитрий Таюрский. Обучение в и вне аудитории, поскольку сегодня происходит активный переход от традиционных лекционных залов к атернативному пространству. Из образовательных технологий, которые сегодня существуют, я хотел упомянуть несколько, очень коротко. Это технология перевёрнутого класса. Идея заключается в том, что если в обыкновенном традиционном способе обучения студенты сначала изучают теоретический материал в классе, то тут всё наоборот. Сначала студенты получают в качестве домашнего задания изучить весь теоретический материал, всё проработать, а прийти в аудиторию уже для того, чтобы разбирать ошибки и так далее. Такой тренд уже получает активное развитие в мире. Образовательные ресурсы переходят в интерактивную форму. При этом ректор отметил, что ситуация актуальна и для будущих поколений студентов. Необходимость в смене подходов возникает уже при работе с абитуриентами. Дмитрий Альбертович озвучил, есть предложение этот год, может быть, качество образования, может быть, по-другому назвать, может быть, новые технологии, но этот год хотелось бы посвятить полностью вопросам, связанным с образованием, в том числе и с новыми технологиями, с их внедрением. Не случайно вторым вопросом повестки дня стал доклад ответственного секретаря приёмной комиссии Олега Бодрова о подготовке к старту кампании 2018 года. Он напомнил, что в этом году приёмная комиссия расширит свою географию. Причём институты получат дополнительные возможности для привлечения абитуриентов на модули магистратуры и аспирантуры. Что касается основной задачи этого качественного приёма, здесь задача ставится персонификация приёма одарённых абитуриентов. Чем мы можем их завлечь? Не только предварительными какими-то работами с ними, а вот эксклюзивным подходом к их обучению. Что предлагается здесь? Сформировать из числа высокобольников, победителей Олимпиад, элитные группы студентов первого курса для обучения по программам повышенной академической нагрузки. Я думаю, что в этом ключе, если мы будем использовать этот аспект и в профориационной работе, нам будет что показать нашим высокобольникам. Готовы к запуску две новые научные единицы. Речь идёт о создании в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ Центра геотермохронологии. Он станет отправной точкой для новых исследований углеводородных месторождений. Второй крупный старт в скором времени ожидается в Институте международных отношений истории восстаговедения КФУ. Здесь планируется к запуску ситуационный центр, в котором сконцентрируются актуальные исследования Ближневосточного региона. В завершении ректор предложил выносить на рассмотрение ректората вопросы, требующие специального утверждения или голосования. Остальные текущие ситуации будут решаться в ходе ежедневных утренних сеансов видеоконференц-связи. Состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Поздравить выпускников пришёл ректор университета Ильшат Гафуров. Подробнее об этом расскажет Олег Кашин. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение дипломов по программе MBA. 16 февраля в императорском зале университета свои дипломы получили 17-е выпускники Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. MBA или магистр делового администрирования – это квалификационная степень магистра в менеджменте. Эта степень является высшей ступенью бизнес-образования, которая открывает новые возможности в деловой сфере. Вот эти вот центры переподготовки, либо как у вас программы, я надеюсь на это, но всё равно помогают вам сфокусироваться на тех или иных моментах, поскольку жизнь очень быстро меняется, и помогают вам структурировать ваши знания и ориентировать их на решение, может быть, тех или иных проблемных моментов или вопросов, которые возникают у вас в повседневной жизни. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета была основана 18 лет назад. За это время в Высшей школе удалось выпустить немало высококвалифицированных управленцев, которые могут найти работу не только в России, но и за рубежом. Такой уровень подготовки специалистов обусловлен тем, что магистров готовят к карьере руководителя международного уровня. А это подразумевает, что такой специалист сможет найти себе место в любой точке Земли. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюз. Молодые учёные и студенты получили уникальную возможность познакомиться с представителями крупнейших нефтяных компаний в рамках состоявшейся конференции «Татарстан» об Экспро 2018. Подробности с официального открытия расскажет Аделя Шамилова. В Казанском федеральном начала свою работу вторая международная младёжная конференция «Татарстан» об Экспро 2018. Данному мероприятию оказывается поддержка со стороны спонсоров в лице известнейших компаний. Для Татнефти это является основополагающим звеном, потому что мы понимаем, что от качества тех выпускников, которые в итоге выйдут из вузов, зависит, скажем так, то, с какой скоростью будет идти внедрение новых технологий. Организаторы получили более 200 заявок на участие. И это не просто цифра, это показатели потенциала и ярой заинтересованности молодых специалистов в будущей профессии. Для нас это знак, что мы движемся в правильном направлении, и те темы, которые поднимаются на конференции, они актуальны не только для молодых учёных, но и для крупнейших игроков на нефтяном рынке. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ-Ньюс. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно по этому событию была посвящена викторина, которая прошла в стенах Казанского федерального университета. В музее истории Казанского федерального университета состоялась викторина. Она была посвящена 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она проводилась для того, чтобы напомнить студентам о событиях Великой Отечественной войны. Совсем недавно, 2 февраля, была годовщина 75-летия Сталинградской битвы. И в связи с этим очень много мероприятий и в самом федеральном университете, и в тут городке проведены для почтения памяти. Участие в викторине приняли жители студенческого городка. Вопросы были очень увлекательными и разнообразными о военных песнях, памятниках культуры, операциях сражения. Все участники совещали со своей командой и с большим интересом отвечали на задания. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Каждый из нас хоть раз в жизни любовался молниями. К чему приводят это явление и как изменится их количество, разбиралась Диана Хайрулина. Шотландские ученые выяснили, что потепление будет вести к снижению частоты ударов молний. Из-за этого природные пожары станут реже, в особенности в тропиках. Молния возникает от трений микроскопических частиц льда в облаках. В современных условиях молнии чаще всего бьют в тропических и экваториальных зонах. Там теплее, от этого выше влажность воздуха, больше высота облаков. Поэтому долгое время считалось, что глобальное потепление будет вести к росту частоты ударов молний. В этот раз ученые попробовали сделать оценку ударов молний на основании микрофизических моделей. У них получилось, что при снижении разницы температур между слоями тропосферы, вынос частиц льда вверх будет уменьшаться. Поэтому даже при большой высоте облаков частота образования молний будет снижаться. Это позитивная новость. От молний возникает большое количество природных пожаров, которые приводят к гибели заметного количества растений и животных. Кроме того, молнии часто повреждают инфраструктуру и дома. Те самые молнии, которые прилетают до земли, они представляют опасность для человека. Чем больше молний, тем, конечно, хуже. Это однозначно. Тем хуже для человека и для его, так сказать, инфраструктуры и прочей. Для природы в том числе и хуже. Это однозначно. По расчетам авторов работы, частота ударов молний по всему миру снизится на 15%. Диана Хайрулина, Универ Ньюз. На этом у нас все. И пусть каждый твой день будет наполнен чередой ярких событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok